В летнем лагере Ледового дворца для ребят-хоккеистов идею сдать нормативы ГТО восприняли на ура и практически единодушно. Тем, кто ежедневно со спортом на «ты», такие испытания однозначно по плечу. На стадион команда хоккеистов 2007 года рождения пришла практически в стопроцентном составе. Вы знаете, это, наверное, сейчас очень здорово, вот эта тенденция новая. Все хотят быть здоровыми, все хотят быть сильными, выносливыми, успешными. Это очень помогает в жизни. По словам специалистов центра тестирования, на сегодняшний день подавляющее большинство сдающих нормы ГТО – это индивидуалы. Мотивация у них может быть самая разная. Кто-то стесняется сдавать вместе с коллегами по работе, не желая выставлять свои результаты на показ. Он стесняется своего коллектива, не хочет показаться каким-то смешным. Некоторые люди, кстати, боятся прыгать, думают, что это смешно выглядит. А некоторые на беговой дорожке не могут обойтись без поддержки своей семьи или друзей. Правда, мало кто знает, что у групповой заявки есть свое одно неоспоримое преимущество. Когда человек один, он ориентируется на график, который выложен на нашем сайте, и приходит по графику. Если группа от 10 человек, они могут сами диктовать нам, когда им удобно. Выбирать, как сдавать ГТО одному или в команде – личное дело каждого. Следует помнить, что и в том, и в другом случае начинать необходимо с регистрации на официальном сайте ГТО, получения индивидуального номера участника и похода к врачу за справкой. Кирилл Осенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей СРОВ-24.